МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Людвиг Кеннеди, Риллингтон-Плейс, 10 Серийный убийца Джон Реджинальд Кристи Добрый день, мистер Челлини Ни в жизни не угадаете, где я только что был, мисс Чосер Естественно, бессмысленно даже пытаться Совсем рядом, на Риллингтон-Плейс Хотел посмотреть, где жил Джон Реджинальд Кристи Риллингтон-Плейс? Тот дом давно снесли и улицу переименовали Да, так и есть, но все равно Здорово посмотреть, где все это происходило Где он убил всех тех женщин Думаете, это место хоть как-то отмечено? Серийным убийцам обычно не ставят памятников Да Но он был особенным Уникальным Я однажды была в его доме В молодости Зачем? Были причины Вы... Вы заметили в нем что-нибудь злое? Он выглядел как убийца Он был неприятным коротышкой Хорошего дня, мистер Челлини Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать Книги о серийных убийцах Бёрк и Хейр Доктор Криппен Джон Кристи Убийцы Черного музея Особенные убийца Джон Кристи Убийцы и жертвы Кристи Ты разбиваешь мне сердце Я люблю тебя, Нерисса Модель месяца Мик Счеллини Как дела, дорогая? В норме, входи Он просто остановился Да, он не работает, если его не подключить О-о-о Вот я глупая Раз уж я пришел, могу его испытать Кончай прикалываться и пошли в постель О-о-о Кристи должен умереть. 17 убийств. Думал, ты бросила. Даже не начинай, муж этим достает. Торопишься? Я на работе. Тебе придется заплатить за вызов. Дешевка. Ты вообще собираешься пользоваться этим тренажером? Можешь самым воспользоваться. Тебе бы нарастить мышцы. Мои тверды как камень. Давно видела свою соседку, Нэрису Нэш. А что? Я недостаточно хороша? Она знаменитость. Мне просто интересно. Видела ее на паре вечеринок. Такие девушки не тусуются с простыми смертными. Они встречаются с рок-звездами, режиссерами, со знаменитостями. Я могу стать знаменитым. Пойти записаться на реалити-шоу. Однажды ты прочтешь обо мне в газетах, не сомневайся. Ну, удачи тебе. Это не так круто, как кажется. У меня что, задница обвисла? Не, она классная, как и все остальное. Может, выпьешь? Прости, дорогая. Пора идти. Прости, дорогая. Когда моей племяннице было 14, она уже была самой высокой девочкой в школе. Мой покойный муж говорил, если не перестанешь расти, никогда не найдешь себе парня. Вот бы он увидел ее сейчас. Зачем? Она выглядит как-то странно. Нет, мужики перед ней штабелями падают. Она не торопится остепениться. Ты принимала таблетки сегодня, Гвен? Тебе не обязательно проверять. У меня пока что еще не Альцгеймер. Помнишь, что доктор сказал о твоем давлении? У девушек сейчас гораздо больше выбора, чем в наше время. Если бы я опять стала молодой, я бы не вышла замуж. А ты, Гвен? А я никогда и не выходила. Был один молодой человек. Доктор Стивен Мейкпис Ривз. Он был врачом моей мамы. Он приходил к маме, а потом пил со мной чай. Он хотел жениться на мне. И что случилось? Он женился на другой. Ох, ничего себе! После того, как сделал тебе предложение... Он его, по существу, не делал. Но когда двое действительно любят друг друга, это и так понятно. Это было 50 лет назад. Какая теперь разница? Вам пора уходить. Эта тривиальная беседа утомила меня. Очаровательно. Я отнесу печенье на кухню. А я заскочу завтра. КОНЕЦ КОНЕЦ Тринадцать. Критнес-клуб Голландский парк. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. КОНЕЦ 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 НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Эй! Привет. Прости, я опоздала. Меня задержали. Все нормально. Как ты? О, спасибо. Это тебе. Уверена? Да. Просто немного устала. Этот придурок опять тебя достает? Да, он был возле моего дома. Полиция должна что-нибудь предпринять. Они не могут, пока он не совершит преступление. Все в порядке, пап. Я могу постоять за себя. Ты не должна. А-а-а. 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 Фитнес-клуб Голландский парк. Пока, мам. Нам нужно почаще встречаться. Я знаю. Знаю. Ты была занята на работе. Я найду время, обещаю. Береги себя. Привет, Нериса. Да, Арел. Привет. Как ты? Хорошо. А ты? Хорошо, хорошо. Вижу тебя во всех газетах. Да, знаю. Все это как-то быстро. Твоя? Да. Да? Обожаю ее. И тебе не скучно? Просто так ходить туда-сюда, фотографироваться часами. Да, иногда. Это, конечно, не оперировать на мозге. Нет, нет, это классно. Забавно знать тебя просто соседской девчонкой с брекетами на зубах. А сейчас тебе метр девяносто, и ты водишь ягуар. Да ладно тебе. Ну ладно. Еще увидимся. Больше не расти. Я постараюсь. Будем на связи. Я напишу тебе. Пока. Пока. Забавно, что вы пришли именно сейчас. Наш обычный мастер вчера подвел нас. Один тренажер сломался. Эллиптический. Я возьму на 10% меньше его. Я должна поговорить с мадам Адет. Она владелица. Я сначала подумала, что вы хотите к нам записаться. У нас километровый лист ожидания. Наверное, и знаменитости к вам заходят. Парочка. Большинство из них очень милые люди. А как вас зовут? Данила. Данила. Красивое имя. Я пойду спрошу насчет вас у мадам Адет. Вот так. Благодарю. О, я принесла тебе кое-что, Гвен. Подумала, тебе будет интересно. Я предпочитаю свое полное имя Оли. Гвен всегда звучит как-то вульгарно. А я думаю, оно милое. Так, посмотрим. Где же это? Что это? Твоя великолепная полуголая племянница на каком-нибудь показе мод? Нет, это то, о чем мы недавно говорили. Я не поверила своим глазам, когда увидела. Почему они всегда так мелко пишут? Некролог. 15 июня. Айлин Маргарет, любимая жена доктора Стивена Риза. Думаешь, это он, твой молодой врач? Его жену звали Айлин. Я всегда говорила, что мир тесен. Да, но не для всех. Да. Он должен был жениться на мне. Я была его первой любовью. Мадам сказала, что если вы почините этот тренажер бесплатно, то она подумает о контракте. Она попросила не разговаривать с клиентами и не смазывать детали, чтобы не испортить полотенце. Они из Египта или вроде того. Не волнуйтесь, у меня только бесцветная смазка. Антре. Ты пропустила сеанс на прошлой неделе, Нариса? Я уезжала. Я написала смс, что не приду. Я не отвечаю на смс, твиттер и прочую чушь. В следующий раз позвони администрату. Простите. Садись. Камни говорят о темном ушине. Его имя начинается на «Т» или, возможно, на «Ч». Может, на «Д»? Камни неоднозначны. Это может быть и «Д». Он твоя судьба, к лучшему или худшему. Это может быть, Даррел? Судьба сама все решит. Он работает? Как новый. Вы напоминаете мне кого-то. Кинозвезду. Кого же... Ким Хантер. И кто это? Суперзвезда сороковых. Может, выпьем вместе? Не возражаю. Заеду в восемь. Я живу на Оксфорд-Гарденс. Буду ждать тебя там. Оксфорд-Гарденс? Шутишь? А что смешного? Неважно. Потом расскажу. Это платье в стиле 50-х. Купила в Топ-шопе. Я нашла ту актрису в интернете. Она была красивой. Выглядишь потрясно. Это известное место, знаешь? Почему? Реджи выпивал здесь. Ты не здешняя, не знаешь. Джон Реджинальд Кристи. Он убил шесть женщин. Ужас. Давай не будем об этом. Еще одна вещь. Одной из жертв была проститутка Рут Ферст. Угадай, где она жила? В Оксфорд-Гарденс. Как и ты. Ты меня пугаешь, Микс. Иди сюда. Все в порядке. Это просто интересное совпадение. Не дома помойка, да? Это все, что я могу себе позволить. Я знаю одну девушку, известную модель. Видела бы ты ее дом. Он невероятный. Она, наверное, богата. Она может тебе это позволить. Все в порядке. В следующий раз можем пойти ко мне, если захочешь. Почему тебя называют Микс? Это прозвище. Сокращенное от Майкл. Мама меня так называла до встречи с отчимом, Джеви. До него все было хорошо. Только я и мама. Он был наркоманом. Настоящим ублюдком. Избивал меня. Чуть не убил однажды. За что? Сказал, что я хотел убить свою сводную сестру Шеннон бутылкой кетчупа. А ты хотел? Конечно, нет. Я был ребенком. Бедный Микс. Данила. Ты веришь в призраков? Честно? Да. Да, верю. Я видел что-то. Вот. Возьми это. Спасибо. Очень мило. Должно получиться. Надеюсь на вас. Я бы хотела узнать адрес доктора Стивена Ривза. Он живет в Удстоке, Оксфорд. Если хотите что-то найти, садитесь за компьютер. Плата почасовая. Доктор Стивен Ривз, Оксфорд. Вот. Это его записи. Пишет, как тяжело ему потерять жену. Она украла его у меня. Спасибо. Можете идти. Субтитры сделал DimaTorzok Здесь чудесно. Понимаю, что ты подумала о моей крошечной квартирке. Хорошо выглядишь. Твое любимое платье. Я так рада видеть тебя, Микс. Ладно. Сделай нам выпить, хорошо? Коктейль пойдет? Я сам его придумал. Следующей жертвой Кристи стала Мюрриэль Эдди. Пока она была без сознания, он изнасиловал и задушил ее. Зачем ты читаешь об этом? Потому что интересуюсь криминологией. Сомневаюсь, что кто-нибудь еще в мире знает о Кристи больше меня. А это что? Это личное. Это просто личное. Это Нериса Нэш. Она приходит к мадам Адетт. Почему у тебя ее фото? Потому что она красивая. Ты бы передумал, если бы увидел ее вблизи. У нее жирная кожа и много прыщей. Удивительно, на что способен макияж? Замолчи. Она совершенна. Вот, попробуй. Называется «Лагерь новобранцев», потому что вставляет. Будем. Микс, это отвратительно. Вкусы вообще не сочетаются. У тебя есть что-нибудь более современное? Мне нравится танцевальная музыка и хип-хоп. Неужели? Не злись. Красивая песня. Спальня там. Может, пойдешь и разденешься? Может, сначала поговорим? Потом поговорим. Субтитры создавал DimaTorzok Знаешь, я не в настроении. Ты все испортила. Мисс Чосер была однажды в доме Кристи. Кто это? Моя домохозяйка. Наверное, делала аборт. Так он заманивал к себе девушек. Притворялся, что исправит их маленькие ошибки. Странно, почему он не задушил ее, как остальных. Может, заткнешься уже о Кристи? Это пугает. Я принесу нам еще выпить, хорошо? В ней нет ничего особенного. Я каждый день вижу дюжину девушек красивее. Без всякой этой штукатурки, она просто обыкновенная. Налей мне вина, а не этот дебильный коктейль. Это отвратительно! Положи это. Я сказал, положи это. Я сказал, положи это. Нет. Посмотри, что ты наделала. Посмотри, что ты наделала. Что ты наделала? Ты все испортила. Микс. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Смотри, что ты заставила меня сделать. Смотри, что ты заставила меня сделать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Алло. Ты в порядке? Алло. Да, я в порядке. Приходи около десяти. Не опаздывай. Продолжение следует. 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 Я была в шоке. Я ничего о таком не знала. Она попросила пойти вместе с ней к... Сделать аборт, дорогая? Продолжение следует... На самом деле я написала письмо с соболезнованиями доктору Ривзу. Первый раз за пятьдесят лет. Первый раз за пятьдесят лет я не получила ответа. Поэтому я подумала, что, может быть, он видел меня тогда возле дома Кристи? Его кабинет был за углом. Это вполне возможно. Но ведь он тогда не мог знать ничего о Кристи. Но потом, когда это животное разоблачили и схватили... Может, Стивен вспомнил, что видел меня у его дома. Сопоставил два этих события и подумал... Что это ты приходила делать аборт? Вот почему он на тебе не женился. Напиши ему еще раз. Хуже не будет. Ведь правда, дорогая? Да. Мне так и стоит поступить. Я все объясню. Что ты делаешь? Микс, что ты делаешь? Микс, что ты делаешь? Ты хотел ударить сестру? Ты маленький уродец, Микс. Ты мелкий уродец. Ты мелкий уродец. Я сделал это ради тебя, Нариса. Микс, что ты делаешь? Придурок, я оставила 10 сообщений. Ты о чем? Моя дорожка сломалась. Помнишь, я ждала все утро? Я не в настроении колец. Может, просто купишь себе вибратор? Не смей так говорить со мной. Я позвоню твоему боссу, и тебя уволят. Не позвонишь. Я скажу ему, что ты меня домогалась. А потом расскажу твоему мужу, как тебе нравится, как я трахаю тебя в ванной, на лестнице и перед окном. Не звони мне больше. Мудак. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, Дэррол! Смотри, куда идёшь. Как я рада тебя видеть. Забавно ты это демонстрируешь. Прости, я просто... Просто меня преследует один человек. Ты должна обратиться в полицию? Нет, со мной уже такое было. В конце концов, он отвяжется. Я собирался пообедать. Может, захочешь? Да, с удовольствием. Здорово. Вообще-то, нет, не могу. У меня встреча с агентом. А, понятно. А как насчёт ужина? Можем поужинать у меня? Да. Да? Было бы здорово. Классно. Тогда я тебе позвоню. Обещаю. Хорошо. СМС. Какого чёрта, Микс? Увидимся. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Девушки отдыхают. Да, у меня завелись древесные жуки. Пришлите кого-нибудь поскорее. А от древесных жуков бывает запах гнили? Как будто там кто-то сдох. Хорошо. Спасибо. Мистер Челлини. Мистер Челлини. Я себя не очень хорошо чувствую. Думаю, простудилась. Тогда вам следует прилечь, мисс Чосер. Позвоните, пожалуйста, моей подруге Оли Фордайс. Ее номер есть в телефонной книге. Конечно. И, пожалуйста, не шумите. У меня голова раскалывается. Утром придет врач. Я надену новое голубое платье. Буду красивой для доктора Ривза. Постарайся отдохнуть, дорогая. Вам придется дождаться доктора утром. Я не смогу прийти до вечера. Я не смогу ждать весь день. У меня работа. Не волнуйтесь. Она даст мне ключ. Тук-тук. Доброе утро. Я сахар в жизни не ела. Какой сегодня день? Среда. Вам придется впустить санэпидиум-службу. Думаю, они захотят скрыть полы, чтобы узнать, откуда этот мерзкий запах. А как... Как называется эта служба? Не помню. Я пришла к мисс Чосер. Я ее врач. Да. Первый этаж. Дверь направо. Здравствуйте. Я из санэпи... Да, вы нам больше не нужны. Мисс Чосер очень больна. Но я все равно могу взглянуть на проблему. Ее нет. Вы нам не нужны. Проваливайте. Тогда подпишитесь здесь. А теперь валите. У мисс Чосер пневмония. Ее нужно отвезти в больницу. Я вызову скорую. Долго ее не будет? По крайней мере, несколько дней. Отлично. Я имею в виду для нее. За ней ведь будут присматривать. Алло, это доктор Джексон. Мне нужна скорая. Отлично. Субтитры сделал DimaTorzok Это мы, мистер Челлини Чем вы тут занимаетесь? Решил немного прибраться У нас схожие мысли Хотим удивить Гвену уборкой Зашли посмотреть, что нам для этого потребуется А с утра примемся за дело Все необходимое у нее в кладовке у кухни Не думаю, что Гвен хотела видеть вас в своей спальне Но думаю, это очень мило с вашей стороны вызваться помочь Я покажу вам, где все найти О, прекрасно Нет, не нужно, спасибо Боже, здесь настоящая свалка Такая вонь Посмотри в чулане под лестницей Дорогая, какая же здесь грязь С чего же начать? Значит, нужно принести швабру Воск Что-нибудь для мытья туалета Дезинфицирующее средство Освежитель воздуха Мы вернемся утром Мы сами откроем дверь До свидания Пока ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА